В Арктике наука должна опережать промышленное освоение. С таких слов в Санкт-Петербурге началось совещание по вопросу эффективного и безопасного освоения Арктики. Совещание провел глава государства. На встрече с представителями компаний-недропользователей отраслевой науки общественных объединений Владимир Путин обсудил вопросы научного обеспечения освоения арктического региона и экологической безопасности при реализации шельфовых проектов. По мнению президента, решить эти задачи можно только в тесном взаимодействии с учеными и экологами. Планы развития Арктической зоны России на ближайшие десятилетия содержат целый ряд крупнейших инвестиционных объектов, связанных с созданием новых промышленных объектов и транспортных коридоров. Прежде всего, конечно, имеется в виду возрождение Северного морского пути. Поэтому сейчас особенно важно предварительно сконцентрироваться на теме природосбережения, «При вовлечении арктического региона в хозяйственный оборот мы обязаны придерживаться тщательно выверенного взвешенного подхода», подчеркнул глава государства. Встречу жидкой воды отметили ноябрьские рыбаки. Это уже традиция. Как правило, любители порыбачить, как только теплеет, собираются на одном из местных озер. Вот и на этот раз они выехали за несколько десятков километров от города, чтобы после долгой зимы на воду выйти на лодках. С ними отправилась Юлия Димова, которая уже на месте выяснила, что встречи не только жидкой, но и твердой воды, собственно, и придумали местные рыболовы. Шум плещущейся воды и звуки моторных лодок. Рыбаки ноябрьска ждут этого долгих семь месяцев. Вот и решили по этому случаю придумать праздник – день встречи жидкой воды. Хотя и название, скажут языковеды, неправильное, но у рыбаков есть свое объяснение. Встречаем жидкую воду осенью, встречаем твердую воду, так как за зиму мы неоднократно выезжали на лед и клубом вместе, соскучились именно по жидкой воде, чтобы можно было выйти на своих лодках, у кого-то новые комплекты обкатать, посоревноваться, сравнить, у кого лучше, быстрее. И такие праздники дают возможность снова встретиться, ведь главное в рыбацком деле – обмен опытом. А началось все, рассказывает Андрей Гайдук, 9 лет назад, когда он организовал рыболовный сайт. Посетителей вначале были единицы, но буквально 4 года назад сайт стал пользоваться популярностью. Сначала решили организовать совместные выезды на рыбалку, потом стали проводить зимние рыболовные турниры, и вот уже второй год встречают твердую и жидкую воду. Соревнования на лодках в этом году – это нововведение. И хотя участников не так много, еще и одного в пути потеряли, он сел на мель, репетиция турнира состоялась. Итак, прошел конкурс на самую лучшую быструю водку. Сейчас есть возможность отмечить день чистой воды. Поехали! Теперь на воду вышли любители прокатиться по водной глади. Есть среди них и новички, которые сегодня впервые испытывают недавно купленную лодку. Есть и те, кто умело демонстрирует различные фигуры. Правда, сейчас не порыбачить. Все-таки рыба любит тишину. Ну а если и ловить, то только на удочку. Рыбалка должна быть честной. Поменьше браконьерства. Удочка, фидер, закидушка, спиннинг. Те же, кто на берегу, традиционно отвечают за стол. Сегодня шашлык – главное блюдо. Приготовим дичь к вечеру. И уху, конечно. Уху, к сожалению, никто своей рыбы не привез, потому как ждем. Ждем. Удачи. И если повезет, то будет рыба, а значит уха. Пока Илья Кучин выполняет роль кока на корабле и готовит праздничный обед, его супруга Елена тоже зря времени не теряет. Для клуба Хантору главное правило – проводить отдых активно и с пользой. Дело это семейное. Поэтому дамы здесь тоже знают, как мастерски владеть спиннингом. Иногда есть такие места на реке, где нужно, очень узкие места, где нужно попасть вот именно вот в эту точку, чтобы, ну там, ты знаешь точно, что там рыба есть. Оказывается, попасть спиннингом в цель совсем непросто. Вот и придумали рыбаки оригинальный конкурс на меткость. Вот так в душевной атмосфере под звуки гитары и проходит фестиваль. Организаторы надеются, что с каждым годом количество членов рыболовного клуба будет только расти. Тем более, что новичков здесь всегда тепло встречают и отмечают специальными призами. Чемоданчик для снастей. Юлия Димова, Александр Иванов. Новости нашего города. Ноябрьские школы Олимпийского резерва. По итогам 2013 года лучшие на Ямале. Таковы результаты окружного смотра конкурса спортучреждений. У наших первое и третье места. Причем в тройке призеров Ноябрьск уверенно держится вот уже несколько лет. В этом году с отрывом в несколько сотен баллов наши спортучреждения обошли своих главных конкурентов из города Лабутнанги. Высокую оценку получили практически все виды направлений, по которым здесь работают. В том числе отмечено развитие адаптивного спорта. Хотелось бы отметить нашу работу именно с инвалидным спортом. То есть с лицами с ограниченными возможностями. Эти ребята, конечно, нам тоже принесли очень много баллов в этом конкурсе. Вот за счет того, что у нас появились вот эти вот, как на уровне округа называют их, олимпийские надежды. В первую очередь мы вот за счет этого оторвались значительно от наших преследователей. Здесь заслуга всего коллектива, начиная от руководителя. И не хочу обидеть никого, ну, скажем, до администратора и так далее. Это плод всех совместных усилий, всех работников учреждений. Абсолютно всех. Поэтому, конечно, это приятно. Аматы-крассмены Ноябрьска достойно выступили в Каменск-Уральском на втором этапе первенства Уральского федерального округа. Отстаивать честь города и округа отправились 12 сильнейших гонщиков команды «Газпромнефть». В этот раз на одной из сложнейших трасс России они встретились с командами из Тюмени, Сургута, Кургана и Магнитогорска. Борьба получилась напряженной. Погода внесла свои коррективы. Однако ноябрьским спортсменам удалось войти в тройку лидеров. Общекомандное третье место. А совсем скоро мотогонщики «Газпромнефть» отправятся в Анапу. Там они продолжат подготовку к очередным соревнованиям. А между тренировками будут набирать сил, греясь на солнце и купаясь в море. Это подарок гонщикам от компании «Газпромнефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». «Спортивно-оздоровительный лагерь Анапа, город Анапа, Вита. И там есть мототрасса. То есть и они будут параллельно и отдыхать, и через день тренироваться на мотоциклах». «Очень трасса сложная в Каменске. В первом заезде было сложно удержать. Третье, четвертое места. Во втором заезде было чуть-чуть полегче, но тоже было трудно». О победах и достижениях, о перспективах и планах ноябрьских мотокроссменов Владимир Андреев более подробно расскажет сегодня в актуальном интервью сразу после программы новостей. Разговор главного тренера мотоклуба «Газпромнефть» и нашего журналиста Ирины Потехиной получился открытым и объемным. Так что сегодня первая его часть. Вторую вы увидите завтра. А у меня на этом все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Одежда ведущего предоставлена индивидуальным предпринимателем Галиной Копач. Приглашаем посетить магазин «Инстинкт». Город Ноябрьск, улица Республики, 41. Время работы с 10.00 до 21.00 без выходных. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 10 июня в Салихарде плюс 6, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. В Ноябрьске 11 градусов тепла, северо-западный ветер до 3 метров в секунду. В Муравленко 10 июля плюс 10, ветер северный до 4 метров в секунду.